Июль это не только период отпусков и каникул, но и повышение квартплаты. Уже в течение последних нескольких лет тарифы ЖКХ индексируются с 1 июля. Напомню, что в структуру квартплаты входит оплата за содержание жилого помещения и плата за коммунальные услуги. Холодное горячее водоснабжение, электрико-теплоснабжение и водоотведение. Согласно федеральным законам, тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в региональной энергетической комиссии Кемеровской области. В соответствии с постановлением губернатора предельный индекс роста для граждан за коммунальные услуги составит 3%. Для многоквартирных данных, где поставщиком тепловой энергии является ОАУСК, тариф на тепловую энергию, утвержденный в мае, составил 2236 рублей за гипокалорию. Тариф для населения повышается, ну в прошлом месяце мы снизили стандарт оплаты, помните, да? На сегодняшний день мы повышаем стандарт оплаты и размер оплаты для населения увеличится на 3% и составит 1393 рубля. Тарифы на горячую воду, соответственно, также для населения, также вырастут на 3% и составят 112 рублей с 31 копейку. Для многоквартирных домов, где поставщиком тепловой энергии является ОАУСК на трейдер. Тарифы с 1 июля для предприятия увеличиваются по тепловой энергии на 8,9%, по горячей воде на 9,4%. Для населения средство оплаты увеличивается на 3% и составит по теплоснабжению 1175 рублей за гипокалорию, по горячему водоснабжению 163 рубля за метр кубич. Для многоквартирных домов, где поставщиком тепловой энергии является клинический центр охраны здоровья шахтеров, тарифы на тепловую энергию для предприятия с 1 июля возросли на 60%. Соответственно, мы снижаем стандарт оплаты и рост оплаты граждан составит 3% действующему тарифу, то есть 1193 рубля за гипокалорию. Кстати, с 1 июля услуга по вывозу мусора стала коммунальной, и плата за сбор твердых коммунальных отходов должна быть выделена отдельной строкой в квитанции при расчетах за коммунальные услуги. Тариф будет рассчитываться по количеству прописанных в жилье человек, а не по квадратным метрам, как было ранее. Река утвердила тариф в размере 59 рублей 59 копеек на человека. При этом норматив, действующий норматив накопления твердых коммунальных отходов составляет 2,073 рубля. В итоге, в случае роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 3% и за жилищные услуги на 5%, увеличение в денежном выражении для семьи из трех человек составит от 200 до 246 рублей. При этом напомню, что в регионе по-прежнему сохраняются все льготы и субсидии по коммунальным платежам для 26 категорий граждан. Галина Елена Васильевна, Лениск ТВ